На юге Одесской области аграрии завершили уборку озимых сельхозкультур. По сравнению с прошлым годом урожайность прогнозировано упала на 70-80%. И лишь те аграрии, которые частично могут покрыть свои убытки, кто большую часть угодий использовал под посев яровых культур. Обильные осадки в мае и июне увлажнили сухую почву и подарили шанс на богатый урожай. Но таких предприятий совсем мало. Ставка была сделана именно на озимую пшеницу и очмень. Вся надежда на помощь государства, которая обещала компенсировать потери. Но пока результата нет. Мы обращаемся. Пока элементарные отписки могу вам прислать на 9 страницах. Тарас Высоцкий там и замминистра дает ответы. Напомню, депутаты облсовета несколько раз обращались к центральной власти с просьбой обратить внимание на проблемы аграриев Одесской области. На прошлой неделе сельхозпроизводители даже митинговали в столице у Кабмин и Офиса президента. Невецкая область. Я не знаю, что делается в целом государстве с финансами, но агрария и аграрное выработка выживаются на пособие. Моя точка злойлась такая. Из-за катастрофически низкой урожайности 5-10 центнеров с гектара на юге области под угрозой оказалось животноводство. Жители сел из-за дефицита зерна, которое они обычно получают в качестве паевой доли, массово сокращают поголовье коров и свиней. Кормить скот нечем. Если государство поможет фермерам, частично проблему можно будет решить. Соломи, сена и любого другого корма, чтобы можно было идти в зиму.